17 и 18 мая в МИАСе пройдет туристический форум на Южный Урал. Там обсудят проблемы, барьеры, которые мешают развитию туризма и в нашем регионе и найдут решение существующих проблем. Также на форуме представят инвестиционные проекты, которые помогут развивать туризм Челябинской области. Это значит, что МИАС станет местом встречи авторов идей и потенциальных инвесторов, которые могут помочь реализовать задумки. И подробнее о форуме мы поговорим с нашим гостем в нашей программе, директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, для кого этот форум создан? Как вы рассчитываете, какая аудитория придет? Это плановое мероприятие, которое необходимо нашей области для развития туристического потенциала. Мы планируем и зовем глав городов, глав территорий Челябинской области, потенциальных инвесторов, общественной организации и все, кто связан со сферой туризма. На сегодняшний день у нас порядка 250 человек зарегистрировалось, хотя мы планировали на более меньший формат присутствующих. То есть заинтересованы люди? Да, конечно. Тема туризма, она достаточно интересная. И цель, наша цель, это все-таки сделать туризм. Так что же мешает нашей области пойти в топ туристических государств? Ну, так вот, для этого мы и собираемся и обсуждаем. Конечно, процесс не быстрый, проблем очень много на сегодняшний день существует. Например, самое главное. Я выделяю три проблемы на сегодняшний день, которые есть у нас в области. А мы понимаем, что инициация все-таки должна идти с территорий, на которых будут находиться те или иные объекты. Это слабое познание в этой области, вообще на территории. Это слабое информирование. И третье, это коммуникации, которые существуют между объектами и участниками туристической области. Именно для решения этих проблем мы собираемся, мы обсуждаем. Не так давно у нас закончилась неделя туризма, тоже выявила ряд проблем, которые мы выносим на наш форум. Я думаю, по результатам этого форума будут какие-то результаты. Мы будем принимать решения соответствующие, втягивать как можно большее количество людей в эту отрасль. Ну, я надеюсь... А как скоро могут эти проблемы решиться и полностью уйти, так скажем? Да, они все решаемы, в принципе. Ну, конечно, по щелчку за один день не решаться. Но если все подойдут конструктивно к решению этих вопросов, здесь мы еще втягиваем и федеральные органы, и областные органы для решений, для помощи объектам. Я думаю, лет через 5-7 мы можем видеть какие-то объекты. И главная задача, чтобы к нам на Южный Урал поехали люди с близлежащих областей, с близлежащих стран и вообще с далеких стран. И мы стали таким своеобразным центром для посещения. Перспективы есть и хорошие. Насколько нам известно, форум будет длиться несколько дней. Второй день посвящен здравницам. Насколько потенциал вообще у региона есть, что начнут приезжать к нам, чтобы полечиться и воспользоваться медициной и оздоровлением? Да, форум у нас будет 2 дня. Второй день как раз у нас посвящен санаторно-курортным услугам. Все предпосылки, весь потенциал для этого есть. Санатории есть на территории Челябинской области, но, к сожалению, они предлагают тот стандартный набор, который предлагают санатории всех областей и всех территорий. Эксклюзивов в принципе нет? Для того, чтобы выделиться на этом фоне, нужно предлагать некий эксклюзив, некий продукт, на который, опять же, люди поедут. И поэтому здесь проблема в том, что полета иногда не хватает тем собственникам или тем территориям. И об этом мы тоже будем говорить, потому что мы приглашаем достаточно крупных экспертов в области. Будем обсуждать критерии успешности от туристического отрасли и санаторно-курортных услуг в том числе. Ну и будет открытая площадка, открытый диалог, где мы можем пообщаться и все-таки о своих проблемах высказаться. Потому что зачастую эти проблемы, они вот настолько пустяковые иногда, что решаются просто вот... Ну а что вот наш регион может предложить вот этот эксклюзив там? Не знаю, разогревание горячим металлом? Возможно. Ну, как бы мне сложно говорить за собственников санаториев. Это ихний полет, это ихний должен быть конструктив, это должна быть ихняя фантазия. То есть на сегодняшний день вот одна из проблем, то что малый поток информации поступает, и люди зачастую не изучают. Это можно промониторить, это можно изучить, это можно создать, это можно продвигать. Надо инициативу проявлять. Ну, конечно, конечно. То есть нужен некий уникальный... Вот мы не удивим, нужно удивить. Для того, чтобы турист поехал, его нужно удивить. К сожалению, пока очень мало тех вот или иных услуг, которые удивляют. Но как только это будет какой-то комплекс услуг, и он будет удивлять, поедут, поверьте, мы обеспечим поток. Я знаю, наш регион точно может чем-то удивить. Однозначно перспективы. Люди, у нас люди очень талантливые, очень инициативные, им только нужно толчок. Дать пинок. Толчок. Начало, можно сказать, положено. Вам спасибо большое, мы говорим. И напоминаю, что у нас в студии программы «Наше утро» был директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов. Спасибо. Спасибо.